МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После новогодних праздников на телеканале Юганск снова новости. Здравствуйте в студии Инна Новикова и сегодня в выпуске. 400 обращений в полицию и более тысячи к медикам. Так горожане отметили длинные выходные. Наталья Комарова посетила Нефтьюганск в эти каникулы, но повод вовсе не праздничный. В Югру пришло похолодание. В ближайшие дни температура опустится ниже 30 градусов. Отравление неизвестным веществом, семейные скандалы и сгоревшая кухня. В Нефтьюганске подводят итоги новогодних каникул. В целом, как говорят полицейские, горожане отметили длинные выходные. Спокойно, но шумно. 1 января одни горожане потеряли бдительность, а другие этим воспользовались. Прогуливаясь мимо больничного городка, 61-летний нефтьюганец увидел открытое авто с ключами и не смог пройти мимо. Увидел машину с ключами, решил прокатиться. Вину вы осознаете? Сознаю. Восемь преступлений, из них семь полицейские раскрыли по горячим следам. В частности, задержали очередного молодого человека, делающего закладки наркотиков 2 января. По линии ГИБДД 17 аварий, к счастью, без пострадавших. Всего с 31 по 9 в дежурную часть поступило 400 обращений. В целом, по происшествиям, нефтьюганцы отметили праздничные новогодние выходные спокойно, но шумно, так как в основном все сообщения касались. Жалобы со стороны соседей на других громких соседей, ну и не без пьяных скандалов. Многие, кстати, на каникулах проболели. По городу ходит грипп. За каникулы медики зафиксировали 10 новых случаев только гонконгского штамма. Среди подхвативших вирус трое детей и одна беременная женщина. Зато меньше травм на горках. В связи с теплой погодой больше обращалось, конечно, как и детей, так и взрослых с явлениями ОРВИ, гриппа. Как отмечают травматологи, врачи-травматологи в этом году обращались с ушибами и ранениями именно с места общего пользования, где катаются на горках, гораздо меньше, чем в прошлом году. Еще один результат относительно безморозных каникул. Всего пять случаев обморожений. Зато около ста человек обратились к врачам с обострениями хронических заболеваний в связи с большим количеством выпитого. 3 января в связи с отравлением этиловым спиртом умер мужчина. 7 января еще один летальный исход. Правда, вещество, которое вызвало смерть нефтеюганца, пока неизвестно. Результаты экспертизы еще не готовы. Наталья Платонова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Семейной драмой закончилась уже сегодняшняя ночь. Многодетная мать в алкогольном опьянении зарезала своего мужа в одном из домов 16 микрорайона. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. В разгар новогодних каникул нефтеюганск посетила губернатор Югры Наталья Комарова. На этот раз ее визит был связан с трагическими происшествиями конца декабря – взрывом газа в Магнитогорске и дорожной аварии в нашем регионе. Губернатор навестила пострадавших в больнице, а также проверила, как в нефтеюганске следят за состоянием газового оборудования. Здравствуйте. 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 С Новым годом. Семья Хафизовых, несмотря на праздники, встала с утра пораньше. Встречают губернатора. А ты умеешь пользоваться плитой? Нет? А ты? А хозяйка? Не допускают. Не допускают. В связи с ЧП в Магнитогорске по всей Югре идут внеплановые проверки газового оборудования, как в многоквартирных, так и в частных домах. Наталья Комарова взяла этот вопрос на личный контроль. К счастью, большинство жильцов вполне понимают, что с газом не шутят и доверяют обслуживанию только профессионалам. Нынешние хозяева приобрели эту квартиру в третьем микрорайоне полгода назад и сразу же заключили договор с организацией «Нефтьюганскгаз». Когда уже проверку начали делать по газовой плите, полностью вытяжку, заключили договор, пришли, заменили, все сделали. Специалисты проверяют исправность газового оборудования не реже, чем раз в год. А вот профилактические рейды сотрудники МЧС проводят регулярно, особенно перед праздниками. Привлекаются к этому делу и общественники. Кстати, в подъезде на информационном щите мы увидели соответствующую памятку. В целом по городу какое соотношение с газом домов и на электроплитах? 188 у нас на квартирных домах именно МКД. С газом? С газом, да. 22% от общего количества газа. С газом? С газом, да. Далее руководители региона отправились в местный стационар. Напомним, 29 декабря в серьезную аварию попал вахтовый автобус, который ехал из Нефтьюганска. В результате 6 человек погибли и 18 получили травмы. 11 пострадавших в тот же день поступили в нашу больницу. 29 числа в нашу больницу доставлено 11 человек бригадами скорой помощи, бригадами МЧС России. Из них в тот же вечер сразу же было направлено на уровень выше, это в Сургутскую травматологическую больницу. Один человек, где трое человек в отсроченном порядке были также переправлены в Сургут. Из оставшихся семи пациентов трое жители Нефтьюганска. Остальные привлеченные специалисты из других городов и регионов, в том числе Уфы и Оренбурга. Как здоровье? Пойдет. Пойдет уж? Да. Пойдет, заживет. Ну слабо. Как настроение ваше? Хорошее. Уже на следующий день после аварии все пострадавшие получили финансовую помощь из окружного бюджета. Резервный фонд Югры направил на это 8 миллионов рублей. Помощь получили? Да. Да, да, да. Сразу же через деньги. Ну, давай, команду, на всякий случай проверяю обратную связь. 30-го должны были перечислить. Буквально сегодня четырех пострадавших уже выписали. Еще один пациент выйдет из больницы в пятницу. Инна Новикова, Александр Косевских, телерадиокомпания «Юганск». В связи с событиями в Магнитогорске 2 января в Нефтьюганске была создана рабочая комиссия. Угрозу нередко представляют квартиры, в которых проживают неблагополучные семьи. Поэтому специалисты департамента ЖКХ, управляющих компаний, газовой службы, а также участковые выезжают в рейд и внепланово отрабатывают обращения бдительных горожан. В Нефтьюганске 188 многоквартирных жилых домов и порядка 400 частных подключены к газу. Но в частном секторе, говорит директор департамента ЖКХ, самовольных подключений немного. Поскольку главным условием для этих жителей является заключение договора на обслуживание. С квартирами сложнее. Здесь все зависит от добросовестности собственников. Все управляющие организации заключили договор на обслуживание внутридомового газового обслуживания, так называемое общее имущество. А внутри квартиры до плит, и вот сами плиты, и сами перекрытия, которые идут, вот там заключает каждый собственник со специализированной организацией. Ходим, рейдовые осмотры ежедневно проводим, попадаем в квартиры неблагополучных семей, которые могут, так сказать, создать нештатную ситуацию. Выявляем, пока нарушений не было таких. Выезжает комиссия и по обращениям бдительных жильцов, которых беспокоят неблагополучные соседи. В празднике рабочая группа проверила несколько квартир по адресу 8-11. В одной из них проживает семья, коммунальный долг, который превысил 300 тысяч рублей. Газ и свет им уже отключали. Какие-то у вас проблемы есть? Никаких не было. Как? Замыкает? Вот это не должно быть здесь. Короткое замыкание, и на этом приехали. Как выяснилось, и газ, и электричество в квартире есть. Подключились самовольно, а вот документов на обслуживание нет. Их предоставить не смогли. Сейчас решается вопрос о повторном отключении от газообеспечения, от электрообеспечения, с целью недопущения возможного возникновения чрезвычайной ситуации, так как представляет самовольное подключение, в том числе представляет угрозу жизнедеятельности соседей, города и так далее. Муниципальная квартира или в собственности – неважно. В целях безопасности для подключения газовому оборудованию необходимо заключить договор на обслуживание. Специалисты выйдут, осмотрят, подключат. Что касается данной квартиры, газа и электричества они вновь лишились. Получить эти ресурсы жильцы смогут только после погашения коммунальных долгов. Ну все, отключаем. Мария Сераева, Денис Ифремов, телерадиокомпания «Юганск». Во время новогодних каникул верующие отметили также один из двух главных и любимых православных праздников – Рождество Христово. Ночью прошла торжественная служба, а 7 января в Доме культуры «Юность» состоялся традиционный рождественский концерт. Рождественский концерт «Нефтеюганский» организовывают уже на протяжении 20 лет. В подготовке масштабного действия ежегодно задействованы несколько сотен человек. Это воспитанники православной гимназии, воскресной школы, детского сада, взрослый хор, движение «Югра молодая православная» и, конечно же, приход храма. Кто это сделал? Вот этот большой перебил всех маленьких. Ты что, смеешься надо мной? Человеческая душа и сердце сегодня еще не совершенны. Но когда Господь посетит нашу душу, а мы его примем в свое сердце, тогда мы тоже станем тем совершенством, той Божьей милостью, той Божьей искрой, которая исходит от Бога, но может пройти через нас. Каждый год состав участников костюма и сценарии обновляются. Например, в прошлом году часть постановки посвятили столетию революции. В этом жизнь Авраама. Но главный смысл прославления Христа в сюжетной линии остается неизменным. Оказалось, что на самом деле не только в истории, но и, естественно, в Библии неисчерпаемое количество различных сюжетов. И даже вот эта тема всем известна. Про отец Авраам, казалось бы, что-то можно нового узнать. Оказалось, огромное количество нового, интересного. И только часть этого мы сможем показать на сцене. Сергей Носовес в костюме персидского танцора сегодня на второстепенной роли. Он уже пять лет выступает в рождественских сценках. Мечтает однажды получить главную роль. Мальчик уверен, что если загадать желание в ночь на Рождество, оно исполнится. Да и сны в это время всегда снятся вещи. Я был на ночной службе, да. После того, как я с ночной пришел, я лег спать. И мне Рождество пристали. Как я уже вышел на сцену и танцую. В рождественской постановке приняли участие более двухсот человек. Кульминацией стали колядки и концерт. Служат Господом и Тебе в несказанном Тебе святенье. И пусть ангел-хранитель оберегает вас и ваших близких от всех бед. И душа наполняется вером, покоем и благодатью. С праздником! С Рождеством Христовым! Обрамлением рождественской встречи стала выставка. В холле разместили полтысячи детских поделок и рисунков. Это именно тот свет Рождества, который через чистые детские сердца излился на бумагу, на какое-то полотно. Ручками они что-то сделали. Совершенно потрясающе, уже входя в холл, чувствуешь рождественскую радость. Авторы лучших работ были отмечены благодарственными письмами и рождественскими подарками. Мария Сераева, Александр Косевских, телерадиокомпания «Юганск». Накануне в Нефтьюганск приезжал митрополит Ханты-Мантейский и Сургутский Павел. Рано утром он провел богослужение в храме Святого Духа. На праздничную службу окружного священнослужителя пришли сотни нефтьюганцев. 8 января православные отмечают День памяти собора Пресвятой Богородицы. Митрополит Павел посовершил в Нефтьюганском храме божественную литургию и поздравил горожан с праздником Рождества Христова. И очистен от всяких скверных спасей, блажа души нашей. Слава вышней Богу на земле мир в человеке благоволение. Слава вышней Богу на земле мир в человеке благоволение. Господи, пусть не наши отверзише и уста наши возвестят в порог Твою. В ближайшие три дня в Югре будут стоять сильные морозы. Уже сегодня в Нефтьюганске столбик термометра 17 градусов опустился почти до минус 30. Ночью понижение температуры продолжится. Завтра синоптики прогнозируют ясную погоду и мороз до минус 33 градусов. А в пятницу 11 января может быть еще холоднее, до минус 36. Однако уже в субботу начнется постепенное потепление. Что такое енототерапия? Жители Петербурга с ее помощью борются со стрессом, в том числе с постпраздничной хандрой. В эфире другие новости. В Санкт-Петербурге избавиться от стресса помогают еноты. Насладиться общением с этими забавными животными можно в специализированном центре. Принуждать к игре их нельзя. Гостям нужно дождаться, пока еноты сами обратят на них внимание. Енототерапия считается частью зоотерапии. Это неофициальный термин. Подразумевает под собой общение с енотами. Это логично. Любое общение с животными, особенно с такими социальными, как еноты, благоприятно влияет на человека. В гости к енотам приходят и взрослые, и дети. Пушистые зверьки иногда дают себя погладить, а порой залезают на плечи или обшаривают карманы в поисках гостинца. Я знаю, что животные пытаются проникнуться чувствами человека. Думаю, это удивительно. Здесь живут пять взрослых енотов. Они – потомки спасённых животных. Владелица центра Юлия выкупала их у браконьеров и у людей, которые содержали енотов в плохих условиях. В итоге три года назад появился вот такой дом для енотов. Это полностью домашние енотики в пятом поколении, в пятом и шестом у нас уже, которые максимально адаптированы под общение с человеком. Гости центра говорят, игра с енотами поднимает настроение и даже помогает пережить плохую погоду. Учёные пока не могут подтвердить, что такое общение благотворно сказывается на психике людей, но и не отвергают эту теорию. Нужно признать, что использование животных – это разумная и по-своему своеобразная, интересная перспектива. Сейчас ещё недостаточно данных о том, как это влияет. Потому что для того, чтобы доказать, что… Мы знаем с вами, что доказательная психология, доказательная медицина, она требует исследований. Минимальная цена за час общения с енотами – 500 рублей, максимальная – 1000. Также можно побыть с животными наедине, без других посетителей. Такой сеанс енототерапии обойдётся в 2-3 тысячи рублей. На этом у меня вся информация. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. Также наш телефон остался прежним – 2377-47. До свидания, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok